Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу поблагодарить всех, кто поставил лайки, всех, кто смотрит мои видео на моем канале. Мне важна обратная связь от вас, то есть я когда получаю вот эти отклики, комментарии, я понимаю, что я это делаю не зря. Особенно приятно, когда идут еще и заказы, это особенно касается моего последнего видео, подъемные ворота с вертикальной направляющей и верхним рычагом. Как оказалось, вообще нужно будет еще записать одно видео в помощь людям, которые не могут определиться с выбором системы ворот, которая им подойдет. Потому что на самом деле подъемных ворот существует большое множество, и я еще и ко всему являюсь автором еще одной системы, это Z-система. Поэтому назрела необходимость объяснить, в чем же разница всех этих систем, их особенностей, и как правильно пользоваться. У каждой из этих систем есть свои преимущества. Ну а это будет в другом видео, а сейчас я расскажу именно о воротах с вертикальной направляющей и верхним рычагом. Так получилось, что вот это последнее видео получило прекрасный отклик, поэтому я развиваю этот проект дальше по вашим просьбам. Напомню, что вот эта система почему-то наиболее распространена, наиболее популярна на территории Бразилии, Южной Америки, вот там. И они ее довели практически до совершенства, то есть там добавить уже нечем. Мне начали, кстати, писать с Бразилии. Спрашивают, почему я сделал противовесы в этом видео так, а не так, как у них. Ну в результате поговорили, действительно я согласен, что их система, я так ее называю в Бразилии, эта конструкция уже доведена до совершенства и решил, почему бы не воплотить ее в жизнь на просторах бывшего Советского Союза. Потому что у нас почему-то так не делают, хотя реально очень удобно, очень красиво, грамотно все сделано. Поэтому я продумал проект, сделал его на компьютере и теперь он доступен для заказа, как обычно, 30 долларов. Вы можете заказать чертежи, расчеты. Ворота эти устроены на противовесах, при желании они легко автоматизируются. И один еще нюанс, потому что мне тут закидают, особенно вот зрители из России, что, мол, система опять же щелит, у них всегда почему-то проблема их заделать, хотя никакой проблемы тут нет. Используйте щеточный уплотнитель, и будет вам счастье, как говорится. Но если по какой-то причине вы не хотите, вы не доверяете всем этим производителям, которые делают уплотнительные системы, эта система бразильская, как я говорю, легко трансформируется в систему Арктика, назовем ее так. То есть, когда створка ворот будет не вращаться в проеме, и это создает определенные трудности для некоторых, для уплотнения, а она будет просто вот так вот прилягать к четверти. Вы сюда поставите хоть поролон, хоть резиновый уплотнитель, хоть что угодно. Таким образом створка будет просто прижиматься, здесь будет перекрываться зазор специальной планкой, которая будет исключать задувание и тому подобное. То есть, нет проблем. Я сейчас все это покажу на компьютере, на компьютерной модели, потому что пока еще этих ворот в реальном виде, еще не успели клиенты сделать. Я вот буквально только отправил два проекта уже людям, то есть ждем результат. Окей, поехали. Итак, вот эти ворота. Вот так они выглядят. То есть мы видим, опять же, несущую раму, лутку, как ее называем. Она выполнена из квадратной трубы 120 на 120. Внутри выложена рамка ворот. Она может быть с дверкой, кстати, с калиткой, может быть без. То есть это зависит от ваших потребностей. Ну, в данном случае у нас с калиткой. Вот так она выглядит сбоку. Значит, тут мы видим, с задней стороны, с тыльной стороны, я специально убрал крышку заднюю, чтобы можно было увидеть противовяз, который внутри размещен этой колонны, как они называют колуна по-португальски. Здесь вот внутри установлен ролик. Здесь будет закреплен трос, который пройдет через ролик, проходит вот здесь вот, внутри этой перемычки и опускается вниз к оси, который установлен вот тут вот на воротах. То есть это ось вращения ворот. Вот она тут. Чтобы ее увидеть лучше, сейчас сделаю ее полупрозрачной. Вот так вот мы его видим. Вот она, видите? На внутренней стороне колонны установлены направляющие из уголка, по которым входит вот этот вот подшипник обрезиненный, который надет на ось, которая вставлена в воротину. Вот так это выглядит. Здесь в верхней части мы видим, что знакомые нам подзыв системы, в верхний рычаг, который крепится к воротине и закреплен на, в верхней части, закреплен на несущей раме в верхней ее части и связана между собой, в качестве синхронизирующего вала, стоит железная металлическая труба, которая связывает между собой два рычага. То есть когда происходит движение стволки, оно синхронизирует левую и правую сторону, чтобы нигде оно не стало наперекос. То есть это служит для этой цели. Внизу мы видим упоры, выполненные для того, чтобы дверь, когда она закрывается, она упирается сюда. И в верхней части тоже устроены небольшие такие будут резиновые стопоры, то есть при подъеме ворот, чтобы она не была ударом в верхнюю перемычку, она будет просто там мягко срабатывать. Так, теперь открываем ворота, показывая их в действии. Так, вот допустим, указываем угол 90 градусов, это полное открытие ворот. Видите, створка поднимается в самый верх. Вот. Вверху, то, что я говорю, должен стать ограничитель по высоте. В этом положении противовес опускается в самое нижнее положение. То есть в данном случае он не привязан к воротине, поэтому он стоит на месте. Вот. Изменяем, допустим, угол на 45. Вот воротина. Изменим на свое положение. Ну, 0 градусов, это полное закрытие. Как видите, все опять же собрано на одной несущей ралле. Вся конструкция, то есть ее можно при желании легко перевести, собрать в цеху, допустим, перевести на место установки, и это не составит никакого труда. Теперь немножко подробнее расскажу о особенностях именно этой конструкции. Но чем нравится мне вот эта бразильская, как говорится, система их, что тут действительно вот уже все сделано по уму, все детали отточены, все сделано максимально компактно, максимально так, чтобы было удобно их произвести и установить на месте. И так же само эти ворота легко автоматизируются при помощи установки привода вот сюда к воротине, вот к центральной части. То есть вот тут он крепится вертикально и таким образом двигает верхних. Можно так же само установить вот эту точку и тянуть за верхнюю громкую ворот линейным приводом для, допустим, секционных ворот. Нет проблем. Можно и так, и так. Никакой разницы в этом нет. Вот. Значит, покажу теперь, как это будет работать, если мы двигаем створку, чтобы показать вам, как работает вот эта вот ось направляющая. Итак, мы сейчас можем видеть сквозь детали. Так будет удобнее показать вам, как работают ворота. Значит, устанавливаем, допустим, 5 градусов. Изменяем. Вот видите, оно потихоньку начинает двигаться в направляющей. Вот таким образом происходит движение. Сейчас я чуть отодвину дальше, чтобы было вот так вот. Видите? Вот здесь вот этот паз сделан для того, чтобы мы могли завести воротину в первоначальном положении, когда мы собираем ворота. То вот этот паз служит для того, чтобы можно было завести ролик вот сюда в направляющую. После этого крепится уже в верхнем рычаг и ворота занимает свое место в направляющей. Вот этот вал, еще раз повторюсь, он служит для синхронизации левой стороны и правой стороны ворот, чтобы они не стали наперекос. То есть это важная деталь и она очень грамотно сделана в этой конструкции. Вот. Еще раз повторюсь, чертежи для того, чтобы вы могли самостоятельно изготовить ворота подобной конструкции можно заказать у меня. Вы получаете полный пакет документов, инструкцию по сборке, расчет противовесов, то есть чертежи вот этих роликов и всего прочего. Я очень рад, что уже это видео получило хорошие отклики, уже есть даже заказы. Так что я работаю для вас, уважаемые подписчики. и зрители моего канала. То есть любые ваши вопросы пишите мне, пожалуйста, в личку, если нужны какие-то нюансы в разработке ваших ворот. Это все решаемо, все делается, и выдают помочь. А вот практически аналог ворот, которые представлены были на первом видео, вертикально, направляющими верхним рычагом. Вот. Это такое же самое, только сделаны по-бразильской этой системе. Вот смотрите, я их закрываю. То есть тут видим, что створка ниже, чем их подъем. Это опять же въездные ворота во двор, то есть заборы у нас по высоте 2 метра, вот так вот идут, а подъем почти на 3, тут тоже метра. Ширина здесь 5,5 метров. Вот такие ворота. То есть так же самое вот смотрите. Два градуса открытия. 10, 45, 60, вот и 90. Это максимальный подъем. Так, теперь покажу вторую модификацию этих ворот. То есть это, я так скажу, условно называю это бразильская система. Но вот некоторые пользователи, которые боятся вот этого вот сопряжения, то есть вот что, створка ворот движется вот здесь вот по этой направляющей и получается половина внутри, половина наружу. И вот это вот, каким образом утеплить, у них возникает проблема. То есть вот эти щели перекрыть. Показываю вариант, в своем условии называю Арктика, где эта проблема полностью отсутствует. То есть сейчас увидите, как это происходит. Один момент. Итак, здесь мы видим, как будто бы все то же самое. То есть та же ворота подъемная с вертикальной направляющей и верхним рычагом. То есть как бы, как бы все то же самое. Но вот эту систему я называю Арктика. Объясню почему. Когда я начну открывать, вы поймете, в чем тут штука. Значит вот, начинаем подъем ворот. Открываем их. Открываем. Укажем, допустим, 15 градусов для начала. Смотрите, что происходит. Вся створка просто наклоняется в глубину ворот. Таким образом, вот здесь впереди, вот это вот, вы можете поставить сплошную планку, ветровую, как ее там называют, четверть, которая перекроет вам щель этих ворот. Сюда поставите уплотнитель, любой резиновый, поролон, все, что вы считаете нужным. И таким образом, проблема с перекрытием периметра щелей вот здесь, по этих воротах, полностью отпадает. Внизу ставится уплотнитель резиновый, вверху тоже. А, вот тут именно, на самих, либо на створке, либо на несущей раме, ставится уплотнитель, который уплотнит эту щель. Открываем, дальше. 50%, 90%, то есть, 90 градусов. Вот полностью открытые ворота. Единственный недостаток при такой компоновке, что необходимо всю воротину полностью запустить вовнутрь ворот. Но есть, некоторые именно специально просят, чтобы была компоновка именно такая. То есть, вот, пожалуйста, это реализуется в этой системе, бразильской. На данном случае, это модификация, назовем ее Арктика, то есть, где полностью перекрыты все щелки. Ролик уставлен в самой нижней точке за счет этого и становится возможным именно такое поведение створки ворот. То есть, вот опять же, сделаем ее полупрозрачной. Вот, начинаю потихоньку закрывать. 60 градусов. Видите? Вот он у нас движется. 45, 30, 10, 5, 2 градуса. Видите? Створка постепенно, постепенно, один градус прижимается к лутке. 0 градуса. Вот она полностью прижжет. Я думаю, что тут все понятно. Если у вас возникла потребность именно в такой конструкции, никаких проблем, чертежи уже готовы. То есть, вы только указываете свои размеры и я вам делаю полный пакет чертежей для того, чтобы изготовить подобные ворота. Вот, и я хочу именно вам показать, как она прижимается, чтобы вы четко понимали, что тут никакой проблемы с уплотнением вообще не возникает. Смотрите, если вам необходимо видеть, каким образом передвигается вот эта створка внутри, не зацепит ли она автомобиль, то есть, я могу полностью вот эту вот схему движения створки полностью описать, начертить, чтобы вы могли примериться, как близко вы сможете поставить автомобиль. Кстати, вот давайте посмотрим в таком ракурсе полностью сбоку. Это интересно. так, вот закрываем полностью, вот постепенно открываем, 2%, 5%, градусов, градусов, да, 40 градусов, вот это, наверное, самое большее будет, здесь есть 60 градусов, 70, 80, 90. вот таким образом. Итак, жду ваших новых заказов. Я сделаю еще видео полностью обзорное по всем системам ворот, которые существуют подъемным и не только, с целью дать полную информацию для вас, чтобы вы могли спокойно выбрать то, что наиболее подходит для ваших условий эксплуатации. Так, всем хорошего дня, удачного, всего наилучшего, ставьте лайки, не забывайте, поддерживайте мой канал, мне важно иметь отклик от вас. До свидания.